Давайте немножко поработаем с нашим проектом. Итак, сама по себе командная строка. Это удобная вещь, но в любом случае при работе с кодом это не очень удобно. Поэтому лучше Jupyter установить. Там мы сможем сохранить. Инсталл очень простой. Открываем наше виртуальное окружение. Мы можем уже работать прямо с VS Studio Code. Потом попозже в ВИМ покажу, как настроить любителям. Потихонечку разберемся. Мы установим сейчас и JupyterLab. Пусть будет. Пип-инсталл JupyterLab. И JupyterLab просто более развернутый. И установим PIP-инсталл ноутбук. Две вещи установим, когда как, где будет удобно. Ну, Iron Python у нас установлен. Следующее. Следующее нам надо... Такая вот вещь. Django расширение. Смотрите, даже здесь не показывают, что... Ну, в общем, ладно, не слушайте меня. Просто берите и ставьте. Пип-инсталл Django Extension. Расширение, которое работает. Инсталл. Значит, открываем Settings. Настройка Install Apps. То есть сюда мы добавляем все, что будет установлено в проект. И то, что мы будем создавать сами. Поэтому здесь надо запомнить одно правило. Ребят, после последней, неважно, это список. Понятно, что вы скажете уже, кто учится в школе, что в кортеже надо после последнего элемента ставить запятую. Но Django разработчики, я взял по их рекомендации привычку еще много лет назад. Всегда после последнего элемента ставьте запятую. Это станет привычкой. И так делайте вообще в Python. Потому что, когда вы будете добавлять новый элемент, у вас уже никогда не будет больше каких-то вещей, что выскочит. А, и там не поставил запятую. Потом выскакивает исключение. Это надо временно, это все. Почему? Добавляем сейчас Django Extension. И здесь можно разделять. Можно, допустим, подписывать. Я так люблю подписывать. Дальше, ребят, смотрите, очень важная вещь. Django разработчики, смотрите, как делают. Это очень хорошая привычка. Видите, вот ссылочки. То есть, мы с вами нашли Django Extension. Сразу берем, копируем. И так привыкайте делать. То есть, у вас стоит Django Extension. Добавили ссылочку, чтобы всегда знать, куда что-то обратиться, если вы там не собирать где-то. Оно все на месте должно быть. Все под рукой. Запомнили? Отлично. Давайте, миграции тут нам, по сути дела, не надо. Но мы запустим статику. Соберем статика. Я думаю, что надо будет. Пять статических файлов вот как раз добавились. Значит, что делаем дальше? Теперь нам надо подключить Jupyter Notebook. Значит, сама команда длинная. Нет смысла ее вводить каждый раз. Jupyter Notebook. Поэтому создаем алиасы. На сам алиас я тоже создал алиас. Иными словами, получается так. Вот все. И открылся алиас. Так. Создадим алиасы. Вы откройте свой редактор. У меня просто там будет белая строка в обычном редакторе. Поэтому я открою Vim. Так. Что-то не то. Вы откройте свой редактор. В общем, грубо говоря, пишем алиасы. Алиас. Делаем Jupyter Notebook. JN Сразу вставляем. Так. Стоп. Дальше. Алиас. Jupyter Lab. JL Ну, я привык. Вы своем можете сделать. Алиас. И Алиас нам понадобится Jupyter Shell. И вот что нам надо будет. Нам надо будет такую команду. Чтоб ее долго не набирать. Python Manager Pie Shell плюс Notebook. Иными словами, для этого мы и ставили, значит, Django Shell. Закрываете свой редактор. Запоминайте эти алиасы. Все. И применяем. Ну, у меня есть алиасы для применения, чтобы сразу оно работало. Так. Так. Что-то я еще не доделал. Посмотрю. Попробуем запустить. Так. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так. 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 Стоп. Так. Будем разбираться чуть позже. Секундочку. Нет. Все нормально. Все здесь правильно. Все здесь правильно. Сейчас посмотрим. Еще один момент. Угу. Так запустилось. Там надо будет кое-что поменять, значит. Пока без алиаса. Разберемся. Так. Так. Жанга 4 статик наше. Новый. Жанга Шелл Плюс есть. По сути дела, сейчас мы проверим. Давайте создадим нечто новое и проверим. Вот Жанга Шелл Плюс именно берем. Импорт Жанга. Да. Вот. Работает. Что мы тут придумаем? Ну, сейчас надо было немножко по-другому сделать. Во-первых, создать отдельную директорию. Это мы чуть позже сделаем для файла IPNB. Мы, наверное, ну, сейчас сделаем. Закончите урок и сделаем. Грубо говоря, нам надо создать директорию, чтобы туда все вложить. Жупайтер, впереди поставьте Z. Z, жупайтер, жупитер. Так, оно должно быть в конце. Но я ее не там создал. Я здесь ее удаляю. Ставлю вот здесь. Создать директорию. Z. Чтобы в конце было. Искать. Так, вот наша. Попробуем переместить. Здесь это не жупитер лап. В принципе, все это потом. Я забыл, когда работал именно жупайтер. Я слаб работаю. Но мы пока поработаем жупитер, да, отдельно. Жангер Шелл Плюс. Сохранить. Далее. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Что нам надо делать? Так, это нам пока не надо. Так. Отлично. Чтобы долго ничего не выдумывать, мы проверим следующим образом. Возьмем вот эту вот вещь. Так. Первое, что сделаем. Давайте мы пока выключим. Так. Ctrl-S. Пока выключим. Здесь надо разобраться будет. Ладно. Сейчас нету времени. Жупайтер можно установить как расширение. Ладно. Погнали. Нам надо пока разобраться. Удалим этот терминал. Потом будем разбираться уже среди уроков. Итак. Сначала. Сначала. Python. Менеджер. Пай. Старт. Стартап. Пусть у нас будет. Help test. Ну, где мы будем какие-то тесты делать. Это еще не проект, но нам надо как-то проверить. Python менеджер пай стартап. Стартуем приложение. Help test. Сеттинг вот сюда в Installate App сразу добавляем. То есть это наше приложение. Оно будет добавлено. Так. Help test. Нам надо модель. Это удаляем. Вот возьмем кусочек какой-то вот этот с сайта Django. Давайте пропишем. Я сразу буду рассказывать, потом будем подробно. Значит, Django модели это классы. То есть, зная классы Python, мы будем просто закреплять, да. Можно работать. Все, что в классах можно, то можно и в моделях Django. Назовем пока блог, как и здесь, да. Можем как хотим назвать. Модель. То есть, откуда мы берем модель, это не изменяется. Откуда это берется, все время по ходу буду объяснять. Если мы зайдем в виртуальное окружение, вот наш проект, Django 4. Вот наша библиотека, вот Python 3.9, вот пакеты, да. Мы ищем Django. Вот наша джанга. Дальше вы просто смотрите, модель с моделью. То есть, смотрим, откуда ноги растут. Там, 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 сейчас, 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 сейчас. Сначала смотрим наверх. From, то есть из Django DB, вот Django, вот папка DB. Из модельс. Вот она, модельс. и из модель. Ищем, 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 секунду. На самом деле, Жанга так интересно устроена, мы на самом деле импортируем из файл базы, потому что она очень сложная, но по сути дела из этого файла есть класс модель, от которого все берет начало. Вот и все, все просто, да? Разобрались откуда? Дальше. Класс, название, путь всегда один и тот же, модель, модель. То есть, где, далее идет название поля. Название поля может быть любым, которое вы придумываете. Далее, нам надо, что это? Модель, класс, модель, и дальше само поле. Мы дальше будем с вами рассматривать. Возьмем малое сексовое поле ChartField, иными словами, заголовок, который обязательно имеет параметр MaxLect, но иными словами, чтобы ограничить. Если вы не ограничите, человек вобьет в заголовок 2000 символов, и потом будете аукать, да? Поэтому заголовок мы ограничиваем обязательным параметром MaxLect, ну, то сколько придумаете, да? Сколько вам надо, иными словами. 100, 200 символов, в зависимости от того, что это называется. Если там фамилия, так хватит там и 50 символов, да? Второе. Ну, тут идут теги. Мы возьмем, назовем так, стеклайн, долго писать. Модель, текстовое поле, просто TextField, текстовое поле. Мы будем разбирать. Мы с вами очень внимательно остановимся на то, что в скобочках полях этих настроек много, их надо знать, их надо считывать со взгляда. Далее, по сути дела, идет следующий метод. Как я и говорил, это класс, то есть мы можем применять, как в любом классе, любые методы писать сами, да? Это готовый метод STR. STR. Цель, что мы с вами разбирались в школе. Вернуть. Что мы возвращаем? Мы хотим возвращать имя, да, чтобы заголовок был читаемый. Сельф. И название поля Nei. Все. Пока нам хватит для проверки. Теперь мы можем создать эту модель. Запускаем миграции. Вот мы видим создание модель и миграции. Миграция ми. Модель создана. В папке миграции у нас появилась миграция. Есть какие-то глюки. Просто удаляем вот эти вещи. И все. Вот теперь мы сможем протестировать, имеем ли мы в Юпитере доступ. Вот это стоит сейчас прямо, наверное, пояснить. Иными словами, увидим позже. Но я сейчас поясню. Если мы не... Метод STR делает человекочитаемый заголовок. Иными словами, то, что мы будем писать реально. Если мы не поставим метод STR, то в админке мы увидим следующее. Object и номер ID там 10. И все. И вот догадайся. Object 11, Object 12. Как только мы применили метод STR и назначили им поле name, а именно поле name, оно является полем формы, мы его заполняем, пишем заголовок. Первая статья блога. Поэтому начинает отображаться именно первая статья блога. Вот и все, да? Все банально просто. Мы можем в Django добавлять методы. Добавлять это я не считаю уроками. Просто сейчас Юпитер... Ну просто я хочу, чтобы вы понимали, что Django довольно прост и логичен. Сайт мы начнем уже сразу писать с первых уроков. Пока нам надо проверить. Итак. Создаем. Опять мы вводим нашу команду. Я копирую, потому что просто, чтобы сэкономить время. И запускаю, да, ноутбук. Опять я тороплюсь. Запустил без... Не в папке. Ну, вы поняли, что надо в папочку положить. То есть перейти здесь в строке в эту папочку. Так. Наше дело сейчас проверить. Поэтому давайте это... Опять же, я сейчас писать не буду. Буду копировать. А, ну вообще-то давайте попишем. Нет. Ну, что-то скопируем, что-то попишем. Так, попробуем. Да, все отработало. Дальше. Давайте импортируем. From. Ну, так. Нам надо вот так сделать как-то. Вот так. И вот так. Help test. Наше приложение называется help test. From. Help test. Файл. Модельс. То есть мы из файла... Открываем help test. Файл называется model.spy. Да, только не пишется. Файл. Модельс. Импорт. Модель какую? Блок у нас, да? Блок. Так. From help test. Модель. Отлично. У нас баг. Что-то пошло не так. Здесь еще надо обращать внимание на такую вещь. Обязательно, чтобы это было Django Shell Plus. То есть что нам даже придется может создать новым. Вот тут должно быть написано. Тут смотрим. Тут нету, видите, Django Shell Plus. А нам надо Django Shell Plus. Почему? Все это переносим туда. Создали новый, а потом мы уже его сохраним. Смотрим здесь. Вот. Все отработало. Да? Почему? Потому что Django Shell Plus. Это приложение Django, которое мы с вами установили. И вот оно у нас есть. Да? Вот оно и соединяется как раз. Идем дальше. Давайте попробуем понять, работает это у нас или нет. Все-таки Юпитер. Пока похоже, что работает. Нью блок, нью артикли. Что мы указываем? Мы нам, я хочу, чтобы вы сейчас увидели, важно, чтобы разобраться, обязательно надо пользоваться командной строкой, чтобы это все прочувствовать на себе. Иными словами, здесь механизм банально простой. Мы указываем модель. Модель у нас, давайте-ка, блок, да? То есть открываем прямо вот нашу модель, чтобы так работать. Модель у нас блок. То есть берем нашу модель. Блок. Дальше. Есть такая вещь Object. Object это стандартный менеджер работы с моделями. Иными словами, что он умеет делать. Сейчас открывается Django 3, но это не важно, потому что выборка будет одинаковая у Django 2 и Django 1.7, только будет методом. Он умеет делать следующее. У нас есть методы, которые мы потом будем изучать чуть позже, которые выбирают одну запись, две запись по дате. Вот он умеет уже из коробки с этим работать. Для того, чтобы нам дать понять, сказать о работе, нам надо написать его имя. Именно вот написали Object, все, Django знает, я буду сейчас нечто выбирать. Больше нам ничего не надо делать. Дальше мы пишем какие-то команды. Это уже методы, которые мы будем изучать. Допустим, создать. То есть менеджер. Возьми сейчас и создай. Создать чего? Name. Name это имя поля, которое мы берем. Ведь мы создаем, где вот это поле, оно и будет храниться в базе данных. Значит, мы берем Name и присвоим ему значение. Первая статья. Теперь давайте попробуем запустить. Так, чего-то здесь не то. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что-то здесь не то. Так, что мы не доделали? Смотрим. А что у нас? Давайте-ка мы посмотрим кое-что здесь надо подправить. Открываем ВСГИ и смотрим. Сейчас, секундочку. Идем в Settings. Так, пробуем следующим образом. Возможно, придется перезагрузить. Так, так, так. Так, так, так. Ну, я думаю, тройка проработала. Четверка придется повозиться. Наш проект. Так, это нам модель не наша. Это не наша. Нам интересует вот эта вещь. Так, немножко не то. Так, что у нас там? Ага. Мы не ту модель. Значит, мы это удаляем. Это немножко не ту модель мы сделали. Чтобы удалить. Нам же не надо Time Field. Это я просмотрел. Чтобы удалить, мы просто берем, запускаем миграции. И опять миграции. А нам надо здесь было. Раскомментируем. TextField. Вот так будет правильно. Опять запускаем миграции. Так, Time Zone у нас нету. Так. Так, что-нибудь там пока напишем. Это будем позже разбираться. Так. Сейчас мы все поправим обязательно. Сейчас все поправим. Сначала надо разделить на несколько вещей. Настройка всегда, она бывает так, немножко сложновато. Во-первых, здесь отработало. Так, здесь отработало. Теперь. Ага. Так. Вот 0. Будем это изучать. Ставим 0.3. Try, да? Сейчас я поясню туда. Объясняю. Разве всегда запомните. Когда начинает где-то говорить, что давайте уберем 0. Здесь очень просто разобраться. Так. Поведем миграции. Выбираем варианты. Выбираем один вариант. Сейчас нам ничего. Ну, единичку ставим, чтобы в поле что-то заполнилось сейчас. И смотрите. Вот оно пишет. Not 0. Иными словами. Смотрите. В данном случае он спрашивает. 0 разрешен или запрещен. Нам надо как-то написать. Я просто вам скажу простую вещь. Что касается картинок, чисел. То есть, там всегда обязательно писать. 0 равно истина. Чтобы было поле в базе 0, можно было их где-то сохранить. Будем разбирать подробнее. Пока просто запомнить. Картинки всегда 0. Давайте попробуем сейчас поставить. Прописать 0. В текстовом нам не надо 0. Какое в тексте 0 поле? 0 false. Проведем миграции. Черт Ас 2. Значит разрешим. Так, ну все. У нас все отработало. Теперь, что нам надо сделать? Давайте попробуем без этих всех закидонов. Импорт ОС, импорт Джанго. Вот это надо иногда не забывать. Должно с этим работать. Только разместим его здесь. Отработало. Отработало. Смотрим здесь. Все отработало. Вот что нам надо. Дальше можете исключить, посмотреть. Ну обычно импорт ОС, импорт Джанго надо сделать, чтобы знать, как работать с операционной системой. Вот это все лишнее. Ладно, с нулем разберемся потом. Почему? Потому что это вот я и говорил. Что касается полей. Это надо отдельно разбираться. Пока сложно рассуждать. Пока запомните. Вообще, в данный момент я немножко не понимаю логики. Почему? Потому что текстовое поле, какой 0. Да? Мне это непонятно. Ладненько. Ну и теперь, чтобы убедиться, что все работает, мы можем взять наш метод. New article. New article. Пока пишите за мной. List. То есть вывести весь список, что должно быть в списке. Модель. Блок. Дальше. Object. Менеджер объектов. И вывести все записи. Метод. All. Метод. Ставим скобочки. И что после этого мы дали команду? Просто new article. Все. Блок он. Просто я был поменял. Да? Вывелось. То есть, по сути дела, у нас Юпитер работает джанго. Мы проверили то, что нам надо было сделать. Вот это All. Мы будем дальше изучать, почему мы его вводили. Да все очень просто. Если взять джанго, то что мы сделали, чтобы понимать? Здесь есть выборка полей. Если мы посмотрим методы справа, то есть метод All. То есть вывести все записи. Вот мы его и применили. И дальше пишется, что выборка объекта выводит все объекты. Вот и все. Если обратиться к нашей записи, то мы указали, что с модели блок, при помощи менеджера объектов, применить метод All, то есть вывести все. И далее просто указали и получили. У нас на данный момент одна запись. Мы видим, зачем мы используем, допустим, Jupyter Notebook. Ага, мы используем для того, чтобы увидеть отлично, оно вывелось в виде списка. То есть что у нас должно сработать? Что мы в моделях можем использовать какие-то операции, которые, любые операции практически, которые присущи спискам. Все, мы получили ответ. Это вам никто не должен говорить. Это должен знать программист. Я вижу список, это так, как я учу ребят школы. В общем-то, цель достигнута, мы проверили с наименьшими, и все у нас работает. То есть дальше мы можем уже, набивается рука уже, все быстро, просто... Ну все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.